Здравствуйте! В эфире программа «Республика». О главных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Условия труда в пандемию. На заводах сегодня проверили противоэпидемиологический режим. Ковид на утилизацию. Как в Чувашии избавляются от опасных отходов. Соревнования на удаленке. Чувашское региональное отделение Федерации гиревого спорта объявило о старте интерактивных состязаний. 22 апреля по данным сайта stopcoronavirus.rf в Чувашии подтвердились анализы еще 27 человек. Всего в республике 262 случая заражения COVID-19. 14 человек выздоровели, 5 летальных исходов. При этом за границей России еще остаются наши земляки. Сегодня семерых жителей Чувашии удалось вернуть в страну из Индии и Турции. Два спецрейса по уже отработанной схеме приняли в Казани. Всех пассажиров поместили на двухнедельный карантин в санаторий Василевский. Это стало возможным благодаря личным договоренностям в Рио главы республики Олега Николаева с зампредседателя правительства России Татьяной Голиковой и президентом Татарстана Рустановым Минихановым. На 22 апреля за границей все еще остаются 211 жителей Чувашии, в том числе 22 ребенка. Температура 37,5, кашель, отдышка и потеря обоняния. Симптомы COVID-19 сходны со многими респираторными заболеваниями. О профилактике и мерах защиты говорили сегодня в Минздраве Чувашии. Несмотря на некоторые схожие симптомы, ОРВИ и COVID-19 генетически разные. Вирус гриппа развивается быстро и заявляет о себе через 2-3 дня после заражения. А коронавирусу требуется до 14 дней. Что может быть подозрительным? Первое – это повышение температуры 37,5 градусов и выше. Второе – это один из следующих симптомов. Насморк, боль в горле, мышечные боли. Но одним из более-менее специфичных признаков является нарушение обоняния, то есть нарушение ощущения запахов. При наличии этих симптомов, то есть, повторяюсь, температуры и одного из этих симптомов или других подозрительных, необычных для вас, конечно, необходимо вызвать врача-анатом. Этот коронавирус, он тропен к лимфоцитам и быстро вызывает снижение уровня лимфоцитов в крови, быстрая дисквамация эпители, то есть оголение поверхности дыхательных путей, и после чего активируется вторичная бактериальная флора. Заразиться может каждый, но именно дети и люди старшего возраста с ослабленной иммунной системой в зоне риска тяжелого течения заболевания. Принято решение по возможности практически всех пациентов с подозрением на пневмонию проводить компьютерную томографию в первые же сутки для решения вопроса о дальнейшей тактике лечения. Голыми руками вирус не возьмешь. В арсенале медиков целый комплекс препаратов. В обычной аптеке их не найти. Прием строго под контролем врача. При этом вирусную пневмонию, основное и самое опасное осложнение коронавирусной инфекции, нельзя лечить антибиотиками. В случае развития пневмонии акцент делает на поддержании функций легких. В настоящее время мы руководствуемся временными клиническими рекомендациями по лечению новой коронавирусной инфекции. Эти препараты являются в определенной степени токсичными и требуется определенное наблюдение. Это и контроль кардиограммы, и ряд других методов исследования. Выделение вируса до месяца может быть. Поэтому у нас в Сонарх при подтвержденных случаях коронавирусной инфекции пациент выписывается после только двукратного отрицательного анализа на эту вирусную инфекцию. Людям с хроническими заболеваниями, пожилым врачи настоятельно рекомендуют сейчас соблюдать режим самоизоляции и ни в коем случае не прерывать обычную лекарственную терапию. Нужные препараты врач может выписать на дому. С плановыми посещениями в поликлинику придется повременить. Доставить лекарства, продукты питания и другие необходимые вещи могут помочь волонтеры и соцработники. Наталья Мальчикова, Юрий Марков, Республика. Неправильно утилизированные защитные маски и перчатки несут в себе двойную угрозу, уверены специалисты. Что происходит с отходами, которые были в непосредственном контакте с зараженными COVID-19? Ответы на волнующие вопросы в нашем следующем сюжете. Ежедневно специальный автомобиль компании «Экология» выходит в рейс по городу. В маршруте больницы и медучреждения, которые в процессе своей работы производят медицинские отходы. Из-за распространения COVID-19 к обычным медотходам в больницах добавились чрезвычайно эпидемиологически опасные медицинские отходы. Маски, перчатки, респираторы, шприцы, одноразовая посуда. Все то, чем пользуются врачи и больные, находящиеся на лечении. Чрезвычайно эпидемиологически опасные медицинские отходы перед отправкой на утилизацию обязательно дезинфицируются. Упаковываются они строго в красные пакеты с обязательной маркировкой класс В. На утилизацию медицинские отходы, в том числе и чрезвычайно опасные, доставляют в специальных желтых контейнерах. Компания больше 10 лет работает с таким материалом. Поэтому переоборудовать цех не пришлось. Как и раньше, все уничтожают термическим способом, то есть сжигают. Продукты горения проходят многоступенчатую очистку. Поэтому полученный на выходе дым полностью безопасен для окружающей среды. Выработанное в процессе тепло также находит применение. Все тех процессы производства и отопление всего корпуса осуществляется за счет теплосъема именно той энергии, которая образовалась в результате горения отходов. Если в медицинских учреждениях утилизация подобных отходов налажена, то как быть обычным людям? Ответ прост. Маски и перчатки, которые они используют для защиты в повседневной жизни, достаточно герметично упаковать в пакеты и выбросить в мусорное ведро. Из-за отсутствия кислорода вирус скоро погибнет. Сегодня на предприятии свозятся медицинские отходы со всей республики. Утилизация проходит с соблюдением всех мер безопасности. Жители нашей республики могут быть спокойны, потому что все отходы, связанные с пандемией, под жестким контролем. Богдана Дойникова, Игорь Зверев, Республика. Бесперебойную работу промышленности поможет сохранить только противоэпидемиологический режим. Как на предприятиях Чувашии соблюдают санитарные требования, сегодня проверил временно исполняющий обязанности главы республики. Меры предостороженности касаются каждого. За несколько часов до инспекционной поездки на предприятие и сам временно исполняющий обязанности главы региона сдал тест на коронавирус. В своде правил для работников завода соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра. На проходной разметка антисептики и электронные градусники с высокой температурой в цеха не пропустят. Мы проверяем, и естественно, разметка, все это есть. То есть люди выдерживают при прохождении, да? Да, выдерживают. Проверили, прошел, другой прошел, да? Да, не только на входе, но и на выходе. Стараемся соблюдать требования по дистанции. Ну, как я уже говорил, то есть дезинфекция помещений, обработка, несколько раз в сутки это производится с использованием дезинфицирующих средств. Два поста успевают, но помогают, естественно, организовали дополнительно, чтобы у нас стояли медработники. Решение об открытии предприятий в условиях пандемии было непростым, но необходимым, отметил Олег Николаев. А долгого простоя промышленности могли последовать многомиллионные убытки. Не допустить слишком глубокого экономического спада, потому что очевидно, что в этом году многие бюджеты потеряют. Это и Российская Федерация, и регионы. Вопрос только, насколько. Да, спад есть даже у предприятий, потому что работает, как правило, численность примерно от 60 до 70 процентов от численного состава. Ну и, конечно же, в связи с тем, что есть определенные трудности в организации производства, вот объем производства относительно прошлого года, он меньше. Но, тем не менее, он есть, люди работают. Президент страны, обращаясь к нам, главам регионов, обозначил, что он нам дает полномочия и призывает принимать решение адекватно складывающейся ситуации. В условиях действующего противоэпидемиологического режима на рабочих местах только те, от кого зависит производственный процесс, административный персонал на удаленной связи. Ну, по максимуму мы стараемся людей отправить по домам. То есть, если они, ну, как бы сказать, руками ничего не производят, то, соответственно, они могут удаленно из дома работать. Как бы мы пошли по такому пути. Ну, и, соответственно, проводим работу с коллективом, ну, объясняем им, что не все понимают, что вот ты без маски, ты себя чувствуешь здоровым, но вокруг людей можешь заразить. То есть, воспитательная работа, соответственно, проводится. Сейчас одна из главных проблем производителей – долги заказчиков продукции. Если по Лукоилу у нас заказ должен был отгружаться в июне, то теперь они его на январь 2021 года сносят. То есть, вот, как бы… То есть, такие факты тоже имеют? Да, 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 имеет место быть. Ну, хоть хорошо, что вот мы письмо писали с НИРом, договорились, контракт подписали по производству ячеек. То есть, это вот где-то миллиардный контракт. Проблемные вопросы в Рио главы региона взял на контроль. С министром промышленности страны Олег Николаев намерен обсудить просьбу руководителя предприятия «Яхтинг». Здесь налаживают выпуск медицинских масок, но сейчас производители испытывают дефицит материала. Проблема Республики Крамадского закроется полностью, вопрос сырья будет стоять. Казань, Татарей нам будет продавать серьезность. Четыре тонны, трех видов – это 19 тонн. Будем поддерживать, когда создаются новые производства. По всем этим направлениям будем работать, однозначно. Пандемия не отменяет наград лучшим работникам. Руководителям электроаппаратного завода Олег Николаев передал знаки отличия для двух инженеров за трудовые успехи. Торжественную церемонию пообещали организовать, когда эпидемиологическая обстановка позволит. Дмитрий Ковалев и Павел Иритков, Республика. Ущерб экономике причиняет не только коронавирусная пандемия. В торговых точках Чувашии продолжают расплачиваться фальшивыми деньгами. Выявляют их в основном не на кассе, а уже в банке. Специалисты отмечают, что поддельную купюру вполне может распознать каждый. Нужно лишь быть внимателем и знать основные способы ее защиты. Об этом сюжет наших коллег из пресс-службы МВД Чувашии. Первым делом проверяют микроперфорацию и водяные знаки на просвет. Они их замечают и спокойно берут. На эти признаки не стоит обращать внимания, так как они очень хорошо подделываются. Взять в руки купюру и осмотреть водяные знаки бывает недостаточно, отмечают в экспертно-криминалистическом центре МВД Почувашии. Именно к ним попадают фальшивки на экспертизу, после того, как их обнаружат сотрудники магазинов и банков. Поддельные денежные средства сейчас могут быть очень высокого качества, поэтому в руки лучше взять увеличительное стекло и обратить внимание на детали. Основными признаками подделки, которые можно легко различить невооруженным глазом, если немного присмотреться или при помощи даже небольшой лупы, это является микротекст. Микротекст находится в облаке с лицевой стороны и на оборотной стороне. На фальшивых денежных купюрах он визуальным глазом заметен, но если приглядеться, то он уже приближение в другую сторону будет очень нечеткий. С начала года в республике было сбыто порядка 80 поддельных купюр. Чаще всего в руки продавцов попадают фальшивые пятитысячные. Злоумышленники заглядывают в заправочные станции, продуктовые магазины и рынки. Сбывают чаще всего менее ответственным гражданам, которые принимают минимум мер для проверки наличности. Основную массу они, конечно, пытаются сбыть там, где больше всего поток людей, где продавец меньше обращает внимания на купюру и прибегает к аппаратам, определяющим фальшивые денежные знаки. Они тоже своего рода психологи. Кроме проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники экономической безопасности заглядывают и к самим продавцам. Напоминают меры безопасности, вручают памятки, просят быть внимательными при обращении с денежными знаками. И незамедлительно обращаться в полицию при обнаружении купюры с признаками подделки. Это тяжкое преступление. В первую очередь задумайтесь о том, если у вас появилась как раз купюра фальшивая, не стоит выбрасывать. Потому что если вы выбросите, то может поднять эту купюру менее, так сказать, ответственный гражданин, который уже попытается ее сбыть. МВД Почувашской республики напоминает, сбыт даже одной поддельной купюры грозит лишением свободы на срок до 8 лет. Развитие инвестиционного проекта «Сычуань-Чуваши» обсудили в Доме правительства республики. В режиме видеоконференц-связи с китайскими инвесторами обозначили проблемные вопросы. Китайский инвестор «Сычуань-Чуваши» агропромышленная торговая компания планирует построить в республике агропарк, в который войдут животноводческий комплекс производства по переработке молока и говядины. Цена вопроса 10 миллиардов рублей. Их компания планирует вложить в проект, который уже включен в 70 значимых программ российско-китайского сотрудничества. Понятно, что он реализовывается в развитии договоренностей наших лидеров Владимира Владимировича Путина и Син Цзиньпиня. Понятно, что уже много сделано в рамках реализации этого проекта. Но при этом остается достаточно много вопросов, по которым надо нам провести соответствующие консультации и найти некие понимания о взаимных вариантах взаимодействия. Самый проблемный вопрос – место построительства комплекса до сих пор не найдено. В каждом районе, где китайцам пытаются выделить земельный участок, местное население протестует. Сначала скандал разгорелся в Маргаушском районе, а затем протесты жителей распространились на Чебоксарский район, Чебоксары, Цивильский и Шумерлинский район. Олег Николаев считает, что такая ситуация сложилась из-за отсутствия координации между прежним составом правительства Чувашии и инвесторами. Будем обсуждать, искать варианты. Ну, вот как коллеги из Китая сегодня говорили, если что-то нам не удастся договориться, возможно, они готовы даже свернуть данный проект. Но мы нацелены на то, чтобы именно таким образом организовать работу, как я сказал, обсудить, утвердить и дальше известить население, как это будет происходить. И если население, конечно же, в какой-то части будет против, мы, конечно же, серьезно подумаем над тем, а надо ли нам этим заниматься. На первом этапе инвесторам предоставлено в аренду 5000 гектар сельхозземель в Парецком районе под разведение 4000 голов молочных и 2000 голов мясных пород коров. Есть варианты расширения за счет земель Шумерлинского района. Согласно утвержденным пунктам соглашения, уже должны были возводить животноводческий комплекс на территории Парецкого района. В любом случае осталось еще много вопросов для обсуждения. В Рио главу Чуваши предложил китайской стороне после того, как завершится пандемия, перейти в очный формат общения. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Валерий Резюков, Республика. Газоснабжение в Красноармейском, водоснабжение в Аликовском районах, а еще детские и спортивные площадки и зоны отдыха на селе. Все это в планах на 2020 год. Финансирование программы комплексного развития сельских территорий увеличит. Сегодня на заседании Кабинета министров одобрили соответствующий законопроект. По уточненному бюджету, на развитие сел Чуваши в этом году планируют направить более 946 миллионов рублей. Также поправки внесут и в правила выдачи стимулирующих пособий для аграриев. Они коснутся закупки сельскохозяйственной техники. Исключается требование приобретения сельхозтехники только у производителей или их дилеров, имеющих технические сервисные центры на территории Чувашской республики. Изменения вносятся в целях расширения возможности доступа в Чувашских аграриях торговым площадкам по спецтехнике. Сразу две библиотеки в Мариинско-Пасадском районе преобразились благодаря участию в республиканской программе капитального ремонта объектов культурного назначения. Одним из самых уютных творческих пространств встала городская детская библиотека. На ремонт ушло более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Новый фасад, крыша, светлые читальные залы, частично обновлена мебель. Теперь первое знакомство юных читателей с книгами будет проходить в еще более приятной атмосфере. Библиотека разделена на несколько функциональных пространств, информационную зону и читальную. Также здесь будет зона для экспонирования творческих работ читателей. Светлой и комфортной после капитального ремонта стала и Шоршельская библиотека. Организовано открытое место для чтения периодических изданий, доступ к Фонду художественной литературы. Читателям будет приятно возвратиться после карантина в любимую обновленную библиотеку. Юбилейный парад Победы перенесен. Памятные мероприятия пройдут в интернете. В ответ на призыв в Рио главы республики Олега Николаева, сотни жителей Чувашии вписывают своих героев в электронный бессмертный полк. Для этого необходимо записать видео с воспоминаниями о тех, кто воевал за мирное небо над головой, кто ковал победу в тылу, и разместить в социальных сетях под хэштегами «Вместе гордимся» и «Перле Мухтанадпар». Шествие бессмертного полка по социальным сетям обещает стать масштабным. Всего за сутки было опубликовано более ста видеороликов. К акции уже присоединились ученики школ, работники предприятий, преподаватели, врачи, руководители министерств и ведомств. Друзья, хочу поддержать идею Олега Алексеевича и рассказать историю о героях своей семьи. Мой прадедушка Александров Антон Александрович был человеком удивительным и особенным. Он прошел через жернова Первой мировой и Великой Отечественной войны. На фронте он был рядовым за мужество и героизм, проявленный в боях, награжден Орденом Красного Знамени и медалью за отвагу. Даже после 80 лет мой прадедушка всех удивлял своей силой. Он косил траву, рубил дрова наравне со всеми. Он воспитал четырех дочерей. Одна из них – моя бабушка Катерина Антоновна. Моя бабушка – труженик тыла и относится к числу детей войны. Она вышла замуж за моего деда Елизарова Николая Елизаровича. Мой дедушка тоже был призван на фронт в 44-м году. Он был водителем автоцистерны при аэродромах. Дошел до Польши в 45-м году. Награжден медалью за отвагу. Друзья, только вместе мы сможем сохранить, передавать из поколения в поколение память о героизме и мужестве наших дедов и праведах. Министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов напомнил о трудовом подвиге жителей Чувашии в годы Великой Отечественной войны. Планы поставки продовольствия в фонд обороны ежеквартально перевыполнялись. Только хлеба за военные годы сдали на 7 миллионов пудов. А вот дед Сергей Артамонова в это время защищал родину с оружием в руках. Мой дед Артамонов Георгий Григорьевич родился в 1912 году в селе Сугуты Батаревского района. Дед прошел три войны Советско-Японскую, Советско-Финскую и Великую Отечественную войну. Воевал с фашистами. Был отличным прозведчиком. И Алена Елизарова, и Сергей Артамонов, и тысячи других людей, которым посчастливилось знать лично участников и ветеранов Великой Отечественной, бережно хранят свои воспоминания о них и передают детям и внукам. Сейчас у нас замечательная возможность пополнить копилку народной памяти, вписав дорогие имена в состав бессмертного полка, марширующего по просторам интернета. Мы гордимся Перле Мухтанатпар. Соревнования на удаленке. О старте интерактивных состязаний по силовому многоборью объявило Чувашское региональное отделение Федерации гиревого спорта. Поучаствовать приглашают спортсменов и любителей со всей страны. Итак, первое упражнение это рывок гири 16 килограмм в течение 5 минут. Поехали. Гиря, смартфон и интернет. Набор минимум для участия в офлайн соревнованиях. Записать на видео предлагают 4 вида упражнений. Гиревой рывок, приседания с гирей, отжимания и подтягивания для мужчин, пресс для женщин. Пусть они заочные, но все же это соревнования. И все равно есть азарт, есть уже соревновательный дух. Я понимаю, что я уже с кем-то соревнуюсь, но я не знаю своих соперников сейчас в лицо. От этого стараешься еще больше, потому что хочешь сделать свой максимум. О старте состязаний в удаленном формате объявили 20 апреля. На призыв откликнулись спортсмены не только чувашии. Мне начали даже звонить по Ватсапу, Вконтакте любители спортсмены из других регионов. Пока заявились 9 регионов, могу перечислить это республика Саха-Якутия, Ханты-Мальчинский автономный округ, Ямало-Ненецкий округ, республика Башкортостан, Патарстан, Ульяновская область, Нижегородская область, республика Мордовия, Киевская область, республика Мариел. Положение о соревнованиях можно найти на официальной странице регионального отделения гиревого спорта. Включиться в борьбу приглашают всех, у кого есть гиря и желание, будь то спортсмены или любители, но обязательно с допуском врача. Победителей определят 1 мая. Ирина Волкова, Юлия Адюкова, Андрей Шоклев, Республика. Это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Оставайтесь дома. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин